...занимается творчеством, но занимается на высокопрофессиональном уровне, вбирая в себя, перерабатывая и по-новому относясь ко всему инструментарию творчества, который накоплен в человечество. Насколько я понимаю. Я имел счастье долгие годы общаться и с лидером на этической динамике, он сегодня не смог приехать, он решает неотложные задачи в центре на этическом, в Бодруме. И здесь присутствуют два других лидера этой группы. Здесь вот они сами себя представят, Александр и Петр, которых я тоже давно знаю и люблю, мы вместе в разных проектах участвовали. Они только что вернулись из Питера, где они ведут очень большую программу по лидерству на высоком профессиональном уровне. То есть на этике имеет массу очень важных практических применений. И тот инструментарий, который она дает, он позволяет по совершенно новому уровню относиться, преуспевать, развиваться. Поэтому знакомьтесь с кодом творчества. Я через 10 минут приду. Спасибо. Павлович, спасибо большое. Спасибо за такое хорошее и яркое представление нас. И спасибо за такую возможность, за это пространство, где мы можем выступить и буквально поделиться кодом творчества с людьми. Потому что для нас это действительно ценно. Делиться с людьми и менять мир через себя. Кодирование начинается как творчество. Давайте я в двух словах расскажу про нас, про себя. Володя все правильно сказал. Мы представляем анонетический центр, международный анонетический институт, который работает и в России, и по всему миру, в США. Мы руководители проекта Aretta Training and Consulting Center. В общем-то мы уже более 10 лет с Петром, это мой коллега, друг, партнер. Занимаемся организационным развитием, личностным развитием. Сегодня акцент на личностном развитии. И работаем на самом деле по всему миру с крупными компаниями, с топ-менеджерами, с людьми обычными, которые просто нуждаются в помощи, в поддержке и стремятся к развитию. И развитие – это наша главная ценность. Поэтому мы сегодня здесь и мы рады с вами поделиться нашими знаниями. И мы убеждены, что знания должны быть позитивным и проактивным, то есть полезным для нашей повседневной жизни. Поэтому тема нашей сегодняшней работы – это индивидуальный вход в творчество. Вот и хочу слово передать моему другу, партнеру Петру, который замечательно разбирается и в этой теме, и специализируется на работе с комплексными системами. И в общем, Петр. Спасибо, Александр. Рад всех вас приветствовать здесь. Спасибо, что нашли время и выбрали нашу аудиторию. Хочется с вами поделиться этой темой. Она реально невероятна. Почему? Потому что мы говорим об индивидуальном коде творчества. Если мы говорим об индивидуальном коде творчества, то мы, конечно, говорим о том, что есть некий универсальный код эволюции, который репрезентирован в нас. То есть некое в природе людей, в природе вещей закодировано и стремление развиваться, стремление меняться, стремление совершенствоваться и эволюционировать. И этот код, эти паттерны, они буквально запечатлены, запечатаны в нашей собственной природе, в наших ДНК, в нашей основе. Это как бы и есть наша природа, которая в своем понимании она, конечно, шире, чем мы можем себе представить в рамках своей жизни или в рамках даже жизни человечества. Код эволюции – это универсальный код, но представленный, тем не менее, в каждом из нас как частицы этого целого, как фрактал. Можешь помочь здесь? Окей, фрактал – это небольшая часть, которая репрезентирует, предъявляет все целое, в котором есть все необходимые элементы целого. Поэтому, если Вселенная закодирована на развитие, на эволюцию, то в каждом из нас, как в части этой Вселенной, обязательно представлен такой же код эволюции, код изменения. Почему это так? Потому что буквально как внутреннее отражение внешнего, знаете, в микрокосмос, в макрокосмос, как что наверху, то и внизу, как говорил герменский космогист. Или как биологический организм, который формируется прямо в ответ на те условия, в которых есть. Или вот недавно, кстати, были такие исследования, буквально на днях, ученые создали, может быть, слышали, кристалл времени. Это мейнстрим, официальная наука, это не какая-то какого-то наука. То есть сделали устойчивые ионы так, что они сохраняют свою структуру, не теряя энергии, буквально во времени. То есть законы универсальные, они отражены в каждой частице, иначе было бы сложно синхронизировать систему между собой. Поэтому в каждом из нас это отражено. И поскольку этот код, он как бы универсальный, как он представлен в нас? В нас уже часть кода раскрыта в виде, например, ДНК. В виде какого-то кода, который кодирует достижения эволюции, которые к этому времени уже реализовались. То есть ДНК это как раз некий код, который сохраняет в себе миллионы лет совершенствования корневого сознания, который нам сразу по факту рождения достается. Помимо этого есть части, уникальные для человека, буквально для Homo sapiens, какие-то части ДНК, которые еще не раскрыты. Вы знаете, они устроены интересным образом. Последние исследования в генетике буквально открывают такое свойство ДНК, что сами аминокислоты, и само ДНК кодируют много белков. Но не все белки создаются у нас в теле. Они начинают создаваться только в ответ на какие-то стимули. То есть когда в условии подходящие, у нас тело начинает вырабатывать новый белок, активировать новые гены. То есть гены просыпаются в ответ на условия. Поэтому тот код индивидуальной эволюции, который в каждом из нас заложен, он еще ждет своего раскрытия. Он ждет, когда вы начнете этот код проявлять, когда начнете его активировать. Это буквально в потенции, в потенциале свернуто и ждет своего разворачивания. И куда это ведет? Зачем это нужно вообще эволюция? Зачем это нужно природе? Зачем эта вселенная нужна? Затем, что через раскрытие новых кодов, которые еще не раскрыты, но предстоит раскрыть, возникают новые границы совершенствования жизни. И сознание превражается. И потом это в итоге приводит, возможно, к метаморфозам сознания, к расширенному существованию. Но мы туда сейчас не пойдем. И у нас тема конкретно фокусируется на индивидуальном коде творчества. И что у нас там дальше? Метаморфозы. То есть, позволишь, хочу добавить, на мой взгляд, красота модели, которую мы с Петром живидаем, в том, что свыше в нас заложен этот универсальный код, и в нас он уже как-то проявлен, какая-то часть его проявлена. А какая-то часть еще только будет проявлена. И вот то, как эта часть будет проявлена, влияет на нашу повседневную жизнь. И на жизнь в целом, но и на повседневную в частности. И буквально, если мы берем ответственность на себя, если мы творим свою жизнь, если мы раскрываем этот индивидуальный код, то мы становимся сами более счастливыми, мы делаем более счастливыми наших окружающих, и мир вокруг нас преображается. И скажу честно, что в этом даже есть наш с Петром корыстный интерес, потому что, когда люди меняются и преображаются, то они проявляются лучше в своем виде. А мы хотим жить в мире, который, безусловно, лучше, чем мы есть сейчас. И, подходя к этому, хочу сказать, что таким образом все человечество преображается. Поэтому раскрытие нами своих индивидуальных кодов, индивидуального кода творчества, это буквально наша задача для того, чтобы помочь и себе, и человечеству как таковому. Помогать есть дача. В мире, в котором мы живем, безусловно, несовершенно. И мы все не слышали здесь буквально, что разворачивается на политической арене, что разворачивается в мире, санкции, экономический кризис. И многие аналитики, например, сейчас, которые занимаются экономикой и прогнозируют сценарий развития мира, говорят о том, что прослеживается тенденция, что у элиты, у власти имущих, которые, я говорю сейчас про мировую еду, буквально есть представление, что народа, народовоселения на планете слишком много. Когда-то эту идею вообще разрабатывал такой ученый Майтус, говорил о том, что еды нам хватит на порядка 6-7-8 миллиардов, по-моему, людей, он считал. Технологии с тех пор немножко продвинулись, конечно, но теперь это, условно, 11-12 миллиардов, но все равно очевидно, что мы подходим к этому порогу, и возникает идея, как с этим управиться. И вот, к сожалению, прослеживается тенденция, что у власти имущих есть идея, что можно сократить численность населения. Например, такие известные люди, как Билл Гейтс и Уоррен Баффетт, очень богатые люди, создали фонд, который как бы благотворительный и финансирует благотворительные проекты, с одной стороны, а с другой стороны выясняется, что, например, вакцинацию, которую проводит этот фонд, включает в себя, например, определенные вакцины, которые делают женщин бесплодными, и это прямая указка на сокращение населения. И таких примеров, на самом деле, много. Что у нас Хокинг, наверное, еще говорит? Нет, если мы не сможем, давайте, чтобы еще славянется. Вот. Стивен Хокинг. Стивен Хокинг. Почему мы об этом говорим? Потому что эволюция, она устроена так, что она подгоняет живые существа к развитию, к изменению, нужны какие-то факторы. И, например, если элита смотрит, как сократить население, то это, наверное, фактор нам всем задуматься и эволюционировать, менять что-то в своей природе, быть более разумными и ответственными к тому, как мы живем. Другой взгляд на ответственность у известного физика Стивена Хокинга, он говорит, что все, человечеству нет никаких шансов выжить, если мы не начнем заселять другие планеты. То есть при той тенденции развития и роста, говорит, что нужно что-то делать, что-то менять. Нужно развиваться, нужно проявлять новые возможности для нашего развития. Да, люди также исследуют возможности нашего Солнца, насколько оно имеет свой предел. Да мы дальше, наверное, перейдем. Окей, итак, куда мы подошли? Мы подошли к тому, что у нас у каждого есть заложенный код собственного развития, собственной эволюции. К тому, что условия неустойчивы, условия могут меняться, и нам нужно каким-то образом активировать этот код, взять в свои руки ответственность за собственную жизнь, изменения. А что мешает? Мешает то, что мы с вами родились уже в каких-то историях. Почему мы не можем писать свою историю с чистого листа? Потому что мы уже с вами родились в конкретной стране, например, в России. Есть у России своя история, может быть, Советский Союз еще кто-то достал. Своя история, свой уклад, свой способ жизни. И эта история, она диктует, определяет, как мы будем жить. Правильно? Потом мы родились в своих семьях, родовая история. Тоже определяет, как нам жить. То есть мы родились в переплетении множества историй. И вот в переплетении этих историй мы как бы и существуем. Вопрос, как тут писать свою жизнь, когда мы полностью вписаны во множество других историй. Вот тут есть такой пример интересный из традиционной китайской мифологии, бессмертных китайских. Необходимо, конечно, выйти из тех историй, в которых мы находимся. Не в смысле выйти и их покинуть, а в смысле вырасти, преодолеть ограниченность этих историй. Быть больше, чем эти истории. Вот, например, здесь меня вдохновляет история про китайского Бессмертного Лу Шэна, который, он повествует о чем? Был молодой парень, который решил выучиться на медика. Его вдохновляло помогать людям, лечить людей, оздоравливать. Плюс китайская медицина, нам всем известно, насколько она мудра. И он решил освоить эту непростую науку. Будучи молодым студентом, еще не поступив в школу медицины, он из своей деревушки отправился в этот институт. Институт был на достаточном расстоянии, он делал несколько перевалов, и однажды зашел по пути в чайную. Присел, там светило солнышко яркое, присел в чайную, ему налили чайку, рядом сидел какой-то старик, старец. И старец спросил, может ли он присоединиться к чайпитию. Они вместе начали распивать чай. И этот старец позадавал вопрос, и как-то очень внимательно на молодого парня смотрел, на молодого бывшего медика. И незаметно, пока тот отвлекся, подбросил ему небольшую пилицию в чай. Магическую, скажу. Люшем выпил чай, навалилась на него дремота, он прикрыл глаза, уснул и увидел, как он просыпается, покидает это чайное, отправляется дальше в свой путь, достигает точки назначения, поступает в медицинское училище, совершенствуется год от года, имеет удивительную практику, знает много, изучает многие трактаты. Познает в самых тонких аспектах медицину, потом, завершая с отличием медицинской школы, отправляет к себе в деревья, в город, где он же. Помогает людям, спасает жизни. Кому-то и внука, кому-то массирует точки. Ну, короче, реальную помощь имеет. Обзаводится семьей, богатеет, у него появляются дети, потом проходит время, появляются внуки, его любят весь род. И уже преклонным старцем он лежит на смертном андре, вспоминает всю свою жизнь, смотрит, как он ее прожил, умирает и в этот момент просыпается опять в этой чайной. И в этом мгновении он как бы осмыслил, в чем вообще ценность самого пути, к которой он собирается идти. И решил, что, наверное, великая ценность будет это выйти из тех историй, которые прописывает ему государство, прописывает ему общество, и стать создателем другой истории. Он в этот момент взял свою катуху и отправился в горы на поиски этого старца, который с ним беседовал. Целый год искал его в горах, спустя год нашел и начал заниматься даосской алхимией, стал одним из босней бессмертных даосов в Уше. как бы перейдя в расширенную, глобальную, в космическую историю, и как бы ставь больше, чем история просто человека. То есть он преодолел историю, свою корневую тему, историю автобиографии, психологическую историю, в которой мы часто живем, и как бы соединился с историей, ну скажем, мира или даром. Поэтому, конечно, выход из тех программ, из тех историй, из тех контекстов, в которых мы сейчас по факту оказались, эта ценность имеет именно в том случае, когда мы понимаем, осознаем собственную позицию в своей жизни, понимаем, что нашу жизнь за нас никто не проживет, и мы самое главное звено в своей жизни, да, и тогда у нас появляется возможность взять ответственность за эту жизнь свою, и как на белом листе начать писать свою собственную историю, тем самым и проявляя вот этот индивидуальный ход творчества. Именно в этом он и раскроет уникальность каждого из в том, как и добрость и делаем. Да, буквально в этой истории, на мой взгляд, замечательно видно, как человек берет инициативу в свои руки, берет свою судьбу и буквально становится творцом. И вот тот универсальный ход эволюции, который проходит через всех и через каждого из нас, если мы берем на себя ответственность, если мы становимся буквально лидерами в своей жизни, хозяинами в своей жизни, мы можем этот ход воплотить. И это, безусловно, творчество. Поэтому, когда мы говорим ход творчества, мы имеем в виду в первую очередь творение своей жизни. Это самое ценное, что, на мой взгляд, у нас есть, и то, что мы можем в этой жизни сделать. И чтобы немножко обозначить координаты, где мы творим герой своей жизни, узнаете себя? Так делайте обязательно. Для того, чтобы понять вообще, в каких координатах мы живем, вот мы хотели бы обратиться к такому известному ученому Антонию Дамасио. Ученый, пилософ, профессор, изучает мозг и креативность как каталогов. И он удивительно хорошо сконцептуризировал несколько таких важных категорий, которые нам сегодня помогут. Это буквально несколько типов сознания. Первое – это корневое сознание. Что это такое? Можете себя потрогать, ощутить. Мы сами, как тело, это и есть корневое сознание. Наши крови, наши буквально тело, наши гормоны – это корневое. Это то, как этот универсальный код проявляется, в частности, через нас, и это то, что уже выражено. Вот этот выраженный код проявляется в корневом сознании через наше тело, через то, какие мы есть в нашем обличье. Но есть и другое сознание – автобиографическое. Автобиографическое – это наша социальная жизнь. Это то, как мы живем. Это наши порядки, правила, устои. Я думаю, каждый вспомнит много ситуаций, когда какие-то правила ограничивают наше поведение или регулируют наше поведение, что-то правильно делать, что-то неправильно. И это и есть автобиография, это часть автобиографии. Мы тут как раз выступаем за то, чтобы ограничения всегда были осознанные и разумные. И третье сознание – это буквально расширенное сознание. Это вот, как в рассказе, который Петр привел, Левша, который буквально понял, что он больше, чем своя автобиографическая история. Расширенное сознание – это понимание себя, как бусинки на нити человечества. Когда каждый из нас – это одна бусинка на ожерелье такого глобального антропоса. И тогда, кстати, возникает ответственность за планету, за человечество как таковое. Уже не только за себя, а за нас как вид. Опять же, это Стивен Кокин, который считает, что если мы не будем расширяться на другие планеты, то нас ждет в мире. И вот корневое, автобиографическое и расширенное сознание – это те координаты, в которых мы живем, которые в данном случае нам важны. Почему? Потому что в индивидуальной жизни понятно, как это проявляется. Это наше тело, наши чувства, эмоции, ощущения, корневое сознание. Автобиографическое – это буквально наше воспитание, круг нашего общения, наши устои, порядки, образования. Автобиографическое. И мы как будто бы пишем свою историю, свою автобиографическую историю. Но это далеко не всегда так. И когда, опять же, мы говорим про вход в индивидуальную творчество, то в первую очередь мы говорим о том, чтобы стать автором своей автобиографии. То есть буквально делать выборы и жить согласно своим решениям, своим выборам. И это, кстати, большое достижение, на мой взгляд. И в культуре вот эти три сознания проявляются тоже очень ясно. Например, корневое сознание больше представлено в сказках. В сказках, в книгу. Часто, давайте, помогу. Спасибо. Автобиографическое уже представлено в более серьезных произведениях литературы. Например, феномен русской литературы, Толстой, Достоевский как раз в том, что очень здорово показывается автобиографическая история и психологическое совершенствование людей. И расширенное сознание в такой культуре проявляется уже через философские трактаты, которые помогают через развлечение, через понимание, буквально в мигте за пределы своей автобиографической истории. По-моему, это же можно проследить и на пути всего человечества. Да. Так. Есть такой еще феномен у нас. Такой феномен, что следующая форма сознания, например, автобиографическая, она влиять может на предыдущую. Например, корневое сознание – наше тело, а автобиография истории, в которых мы живем, в которых мы реализуемся, влияет на корневое сознание. Если человек живет в истории фотомодели, то будет одно влияние и одним образом будет организовано корневое сознание, тело, внимание организовано. Если живет в, допустим, истории борца с умом, то другая совершенно будет. Вид, форма, отношение к корневому сознанию, угодно к телу. Смотрите, в течение истории развития людей мода, отношения, допустим, привлекательность женщин, если взять как пример, менялась. То есть корневое само по себе зависит полностью от того, в каком контексте, в какой истории автобиографической истории мы это смотрим. Раньше были популярны и привлекательны одни формы одежды, типы фигур, волос и так далее. В течение времени невероятно меняются с точностью до противоположных бывают. Это динамика автобиографической истории. Но саму историю, конечно, человечество проходило, если взять глобально, как мы жили, то человечество проходило все эти этапы шаг за шагом. Можно вспомнить, например, Веленура Рамачандровна, это такой невролог, доктор философии, психологии, профессор Крифорнийского университета Труссендиеды. Удивительный человек. Очень рекомендую его книги, хотя бы видео выступления послушать. У него невероятно интересные и значимые, очень современные, отвечающие запросам нашего времени, исследования мозга, реабилитации военных, которые контрагнированы. Он делает очень полезные для общества дела, как нейропизиолог. И вот у него есть книга «Рождение разума», он там привел к примеру, чтобы тоже были референсы, чтобы можно было сослеваться. «Рождение разума», в которой он рассматривает эволюцию человечества, как несколько революционных прорывов. Если мы возьмем эволюционный поток, то в эволюции мы сначала были просто кем? Животными, правильно? Ну, как и все другие животные. Где-то кто-то чуть похитрее, кто-то менее хитрый. А потом люди бац, и каким-то образом обрели то, что называется разум, память. Начали делиться слухами, общаться между собой. Возникла способность сформировать историю. Сначала она возникла очень просто, в виде каких-то обрывков фрации, очень привязанных к необходимым потребностям выживания. Но год за годом, 30-х тысяч лет, эта способность развивалась и превратилась уже в наскальные рисунки, в способность передавать сказания, мифы, истории. Мир преобразился, появился мир фантазии, появилось то, чего не видно, возникло у людей. То есть, допустим, куст, его какой-нибудь лев и обезьяна, например, видит как куст. А человек уже, например, такой анимистичный, который древний человек, видит не просто куст, а дух куста, с которым можно пообщаться. У него появилось психологическое измерение. И это, конечно, преобразило людей из животных и создало как бы наше с вами новое племя. Затем следует аграрная революция. Это первая революция, которая делает прорыв человечества, которая создает возможность вообще отвязаться к корневой такой зависимости с внешней средой, приручить собак, приручить коров, например, приручили овец, хоз. Таким образом мы начали производить пищу и таким образом мы начали быть все более независимы от корневой своей природы. Когда мы освободились от прямой зависимости от корневого сознания, у человека появилась возможность актуализировать, перейти в другое измерение, в автобиографическое сознание. И с тех пор люди, уже где-то 12 тысяч лет назад это началось, и до сих пор люди занимаются тем, что выписывают свою автобиографическую историю, которая проходит от древних шумеров через древние египеды исторические, потом через античную историю. И дальше формируя нашу человеческую историю, в контексте которой мы развиваемся. Совсем недавно, где-то всего лишь полторы сотни лет назад, случилась еще одна революция научно-технологическая. Метод эксперимента позволил создавать новые технологии и создать гаджеты, там, айфон, видеокамеру, вот эти проекции и так далее. То есть мы оказались в той истории технологической, которая связывает весь глобус наш. Мы оказались в глобальном мире, в глобальной экономике, в интернете, в сетевых сообществах. Мы оказались в совершенно другом мире, где автобиография истории своей как нации уже не может ограничиваться. Мы начали писать уже историю человечества. И что нас ждет дальше? Эти ученые, они как раз рассматривают, что в ближайшем будущем, они в ближайшем будущем ученые рассматривают, может быть, 50 лет, а может быть, 150 лет. Нас ждет когнитивная революция. То есть это принципиально новая жизнь, в которой мы будем заняты не тем, что будем выписывать свою личную историю. Родился, вырос с родителями, закончил институт или там слежил в армии, потом вышли замуж или там женился, потом, значит, устроился на работу, получил там степень. Это все историю автобиографическую, которую мы пишем. Когнитивная революция – это некое «я» целостное, которое творит свою историю. Не пишет программы, которые популярны или в которых мы в контекстах виделись, а реализует индивидуальный код творчества. То есть это человек, который самоосознанно понимает, самоподобен, понимает свою природу, свою значимость и, актуализировав это, реализует свой индивидуальный код творчества. Что с ним дольше? Ну, если позволишь? Да, я еще раз расскажу. Хорошо бы это рассуждение, мне кажется, подкрепить такими буквально конкретными примерами, ведь их в культуре масса. Мы говорим про автобиографическое, корневое, расширенное. И кто-то замечательно рассказал, человечество в целом и человек в ходе своего пути преодолевает корневое. И вот то, что сейчас, например, разворачивается в нас, как правило, связано с тем, что какие-то корневые желания, буквально поесть, попить или инстинкт размножения, борются с автобиографическими. То есть, что такое автобиографическое? Это статус, это карьера, это какой-то социальный успех, и это буквально конфронтация. И тут нет никакого творчества, тут есть борьба программ. А реализуя свыше, из расширенного свою индивидуальную природу, свой код, мы можем, что называется, привести к геренцу все вот эти тенденции, сделать сознательный выбор. И, например, религия нам всегда будет хороший пример, я думаю, еще долго. Будда, Иисус Христос, это как раз те люди, если рассматривать их как людей, это те люди, которые, во-первых, вышли из корневого в автобиографическую, буквально писали свою историю. Иисус Христос, Его учение, все, что описано в Евангелии, и отличный пример именно выхода в автобиографическую историю в начале. Далее это выход в историю расширенного. То есть, Он стал, Иисус Христос вознесся на небо и стал Богом-человеком, и это буквально расширение до космических масштабов. То есть, вот так это работает. Но Он знал свою миссию, потому что Мессия, и миссия Его была донести до всех людей благую весть, поэтому Его автобиографическое и расширенное, автобиографическое и корневое были полностью подчинены расширенному, Его миссии. И, собственно, я думаю, что часть нашего сотворчества с эволюцией – это как раз знать, куда мы идем, знать свою цель, знать свою миссию и творить свою жизнь согласно своим высшим целям. И всегда нам на этом пути что-то будет мешать, какие-то препятствия. И вот тут вот тоже хотим сделать ссылку на такого замечательного человека, Егорна Гарднер, который изучал разумность, потому что все препятствия, которые перед нами возникают, мы можем решить, если у нас хватает понимания, если у нас хватает видения, буквально разумности. И, в принципе, история человечества показывает, что шаг за шагом каждый новый виток, каждую новую эпоху человечества в целом становится более разумным и передает свои разумности шаг за шагом, буквально накапливая эту разумность. И, соответственно, вот тут уместно поговорить про разумность, потому что на самом деле разумность это не какая-то одна ум, это буквально множественная разумность, которая интегрируется в одну. Но важно понимать, что развиваясь в той или иной сфере, в той или иной области, причем это может быть как профессиональная, кто-то инженер, кто-то художник, а также это может быть и индивидуальная, буквально женщина, женская разумность, мужская, корневые разумности. Это все разные вещи. Что-то есть. А Говард Гарднер, буквально его считают автором множественной разумности. Это ученый, психолог, профессор Гарвардского университета в Нью-Йорке, он еще с 80-х годов занимается развитием прежде всего у детей, это его конек, множественной разумности. Когда люди тестировали детей на IQ, то есть коэффициент интеллекта, и известность от показателей решали, как воспитывать ребенка, это проявило свою несостоятельность. И тогда Говард Гарднер предложил идею о том, что у человека может быть множество разумностей, в зависимости от того, куда он направляет внимание. Может быть, например, природная разумность, или музыкальная, телесная, или математическая. У каждого может быть свое, и поэтому каждому нужен индивидуальный подход. Но здесь он смотрел как преподавателя. А то, что нам интересно с вами сейчас, это посмотреть, как мы можем проявить свой индивидуальный код творчества. Буквально, индивидуальный код у каждого уникальный. Почему? Потому что вот эта паутина, вот эта связь разумности, которая в нас представлена, она у каждого своя. В разной пропорции каждый из нас культивировал, развивал разумность тела, разумность эмоций, разумность ментальная, разумность воображения, разумность, например, музыкальная. И мы с вами не одинаковы в этом дизайне. Поэтому невероятно ценно как раз проявить свой уникальный код, реализовать свою собственную комбинацию. Потому что такой комбинации разумности, как буквально у вас, больше ни у кого нет. Это ценно, чтобы проявить именно эту разумность. Проявив эту разумность, переведя ее, спроецировав на повседневную жизнь, мы можем найти способы, методы, которые сделают жизнь более ресурсной, более наполненной, более интересной. Более качественная жизнь может быть. Когда мы проявляем свой собственный дизайн уникальный. Когда мы живем не вслед за кем-то, а буквально своей жизнью. И когда мы это делаем, ну как-то так звучит, да, как призыв. Давайте сделаем это все интересно. А почему, чтобы народ-то не жарит, а чего не делает? Потому что это как бы потенциал. А когда мы его начинаем делать, то мы встречаемся сразу же с динамикой, с борьбой сил, с сопротивлением. Если я хочу даже просто дверь открыть, я чувствую сопротивление, инерцию открытия двери. А если я хочу, например, написать книгу, меня все будет сдерживать, начиная от лени и заканчивая отсутствием, допустим, финансирование, сложностью договориться там с типографией и так далее. Если я хочу... Владимир сделал фильм потрясающий про осветление. Уверен множество раз сталкиваться с силами сопротивления. И человек, который пишет свою историю, способен преодолевать эти силы сопротивления. Поэтому очень важно как раз преодолевать сопротивляющиеся силы и проводить свое, реализовывать, раскрывать свой индивидуальный код творчества. Как раз способ, механизм, как преодолеть, как сделать движение проще, удобнее, как сделать его более разумным, действия свои, изучал профессор лингвистики Леонард Талме. Он работает в университете Буффало, тоже в Нью-Йорке. И это... Его считают одним из авторов, родоначальников когнитивной лингвистики. Такой подход есть. Так вот, он рассматривает борьбу сил как принцип, что если вы что-то начинаете делать, то обязательно сразу вступает, возникает противодействие этому. Дальше у нас... Воздиная глава история, может быть? Ну, да, еще... Мне кажется, что тут важно добавить... Спасибо, замечательный рассказ про разумность. Мы говорим, мы обозначили координаты. Это корневое сознание, автобиографическое и расширенное. И наши разумности, наши вектора развития, то, куда мы развиваемся, там у нас формируется разумность. Они, безусловно, тоже становятся и... Они являются и корневыми, автобиографическими и расширенными. И в той сфере, в которой мы развиваемся, да, мы направляем свое внимание, разумность будет совершенствоваться. И вот красота тут в том, что, как Котор замечательно сказал, у каждого этот код буквально свой, индивидуальный. И важно этот код найти и именно по нему действовать. И сочетание разумности. Для кого-то это будет любящая мать и родившая троих детей, а для кого-то это бизнесвумен, которая имеет большие доходы, корпорацию. Если человек счастлив и буквально хорошо себя чувствует, то это как раз критерий того, что индивидуальный код раскрывается. И с помощью разных разумностей, которые в течение жизни как раз совершенствуются, человек свою жизнь делает счастливее и буквально обогащает мир. Потому что счастливая мать троих детей способствует появлению, взрослению замечательных новых людей, с одной стороны. А бизнес приумножает богатство народа и приносит что-то новое в экономику, в политику и так далее. Поэтому у каждого свой путь. И вот это и есть проявление этого индивидуального кода творчества. Те разумности, которые мы развиваем. Важно понимать, куда мы идем и что это именно наш выбор, а не что-то обусловленное обстоятельствами или другими людьми. И как раз вот здесь еще раз уместно вспомнить эту динамику сил, противодействия. Потому что другие люди буквально могут становиться для нас препятствием. Ну, объекты, само собой, люди. И очень часто могут становиться не какие-то внешние враги. Ну, как вот, кто-то мне не нравится и препятствует моему развитию, моему достижению. А буквально окружающие нас близкие люди. То есть, не знаю, сталкивались, нет. Вы хотите, не знаю, с мужем или с друзьями пойти куда-нибудь вместе в одно кофе. Вы хотите, например, в суши-вар, а друг хочет в кофей. И вот получается форс-динамик, который разворачивается вроде бы с близким человеком. То есть, это буквально противоборство сил. Я хочу сюда, он хочет сюда. Каждый хочет чего-то своего, зачем-то это ему нужно. Но возникает напряжение, которое съедает силы, съедает энергию и буквально отвлекает нас от творения собственной жизни. И я привожу очень простой пример. Мы понимаем, что на самом деле речь может идти о гораздо более сущностных и значимых в жизни факторах. Например, как устроить свою жизнь дальше, когда рождать ребенка или буквально как жить. И это внешняя форс-динамика, внешние препятствия. Но не стоит забывать, что такие препятствия существуют внутри нас. К сожалению, наша культура, наше образование, в какие-то моменты даже школа привносят в нас установки, которые не являются нашими, но буквально мешают нам жить. Говорят о том, как нужно делать, как правильно, а с чего кто-то решил, как правильно. Если времена уже давно изменились и буквально мир уже совершенно другой. Наверное, сейчас в мире очень популярно, до России эта волна только доходит, а в мире популярно ЛГБТ-сообщество, то есть геи, лесбиянки. И почему это движение набирает силы? Мы с Петром задались этим вопросом и в ходе такого анализа поняли, что на самом-то деле люди через такой выбор, если это действительно выбор, преодолевают предданные установки и преодолевают собственную биологичность. То есть буквально переходят с корневого сознания на автобиографическое. Потому что, ну вот уже что, наш полк, мужчинам или женщинам, это то, что уже дано природой. Казалось бы, как это можно изменить? Все программы, связанные с деторождением, с поведением, они заданы на уровне генов. Но вот это сообщество буквально утверждает своим существованием то, что нет, позвольте, вот есть биология, но есть я, есть моя история, и я могу выбирать, я хочу написать другую историю. И мужчины становятся женщиной, женщины мужчинами. И я не говорю сейчас о том, красиво это или нет, это переход к чему-то новому. То, что ждет нас в будущем, этот переход, он может быть отнюдь не самым красивым. Но тенденция такова, что это буквально преодоление своей биологии, своего корневого сознания и выход на автобиографическое. Когда я герой своей истории, я буквально творю эту историю, выбираю, как мне жить. Абстрагируясь от этого примера, вот это творение своей истории и написание своей жизни, это, на мой взгляд, то, что действительно ценно. Не конкретно вот в таком виде, а как принцем. И, как я сказал, в любом случае, этому творению препятствует нечто. И, с одной стороны, это внешние обстоятельства, буквально внешние люди, причем порой и близкие. А в другие моменты, это наша внутренняя форс-динамика, наши внутренние противоречия. И часто, наверное, сталкивались с таким, что вспоминаете какую-то ситуацию, и она будоражит. Будоражит эмоции, будоражит чувства. Потому что поссорились с кем-то, уже прошло пять лет. А, не знаю, вот, маленький конкретный пример, там, женщина развелась с мужем, уже прошло много времени, несколько лет, а все равно вспоминает, есть какая-то конфликтность. Почему? Это значит, что, на самом деле, вот эта внутренняя форс-динамика, она не завершена. Ситуация уже давно в прошлом, уже вообще жизнь другая. Но вот это обстоятельство, вот это событие в жизни, оно внутри где-то тлеет. И вот это тление, оно не позволяет нам жить свободно, не позволяет нам воплощать свой путь, свой индивидуальный код творчества, потому что отнимает наши силы. Причем очень часто неосознанно. То есть нечто в нас разворачивается. Если мы об этом не думаем, это не значит, что этого нет. И, конечно, важно быть осознанным. Только хозяин своей жизни, творец, может быть осознанным и видеть то, что на него влияет. Ну вот, учитывая... Я подхватил теперь снова. И про форс-динамику. Смотрите, если мы возьмем сейчас, сделаем некий резюме, подытожим, объединим, о чем мы сегодня говорим. Говорим о том, что индивидуальный код творчества – это фрактал отражения универсального кода эволюции, кода развития живого всего. То есть в каждом из нас есть это сервер, этот потенциал развития, буквально программа, код, не актуализированная еще программа, развития. И эта программа может развиваться базово, пока известно, три условных этапа. Это корневое, буквально воплощение нашего тела. Это автобиографическое. Это истории, по которой сшивается поведение, сшивается движение этого тела. И это расширенное, то, ради чего вообще эти истории пишутся в контексте космоса, что значит наша жизнь буквально, что за история в контексте расширенной истории космоса, в котором я проживаю, происходит. И это вот как бы контекст, это координаты, в которых мы живем. Вопрос, как в этих координатах я могу лучшим образом проявить свой индивидуальный код творчества. Одна из версий, один из подходов – это разумность, множество разумностей, развернуть все те разумности, которые во мне закодированы, так, чтобы утвердить собственный взгляд на жизнь. Потому что перспектива каждого очень важна. Мы все сидим сейчас на разных местах, находимся, и нельзя сказать, что чье-то место более важно, чем другое. Потому что то, что, например, видит Александр, кто-то в зале не видит, потому что это буквально за спиной. А то, что видите вы за спиной у Александра, у меня, у нас. Поэтому позиция каждого важна. Когда вы проявляете свой индивидуальный код эволюционный, то вы добавляете новых перспектив того, что могут видеть и другие люди. Это невероятно ценно не только для развития собственной автобиографии и собственного качества жизни, а это невероятно ценно еще и для людей, которые рядом с вами, которые вокруг, которым может либо ваши способы решения трудностей помочь, либо вы просто будете для них тем, кто прокладывает путь, либо вдохновителем прокладывать их собственный путь. В любом случае, как ни посмотри, очень важно и ценно, когда мы реализуем свою историю. И, конечно, мы понимаем, что как только мы начинаем реализовывать, мы сталкиваемся с форс-динамикой, о которой мы сейчас уже с Александром некоторое время говорим. С сопротивлением. Где-то нас не понимают родные, где-то нам непонятно, где-то есть законы, которые запрещают делать то, что хотелось бы, наверное. Где-то, допустим, есть дети, которые хотят чего-то, и само их желание вынуждает считаться с этим. То есть есть силы, в которых мы оказываемся, которые не дают нам слишком свободно двигаться. Мы как бы все время в этой динамике. И вопрос, как нам двигнуться дальше, как нам развернуться. Это очень простой взгляд, хотя не простой по реализации. Смотрите, вся форс-динамика – это борьба желания. Вспомните, было у вас такое, что чего-то хочешь, и это получилось. Было, да? Кто-то купил машину, кто-то там сдал квартиру, может кто-то купил квартиру, выплачивает ипотеку, кто-то уже выплатил. Кто-то женился, вышел замуж. То есть есть реализованные победы, правильно? А есть ситуации, когда не получилось. Чего-то хотел и не получилось. А это негативная форс-динамика. Это когда ваши намерения встречаются с какими-то силами сопротивления и не может их преодолеть. Вопрос, как это реализовать. Это как раз и то есть методы, которые мы хотели бы сегодня с вами поделиться. В оставшееся время как раз заняться практической частью. Как можно реализовать свой индивидуальный код с тем, чтобы преодолеть негативную форс-динамику. Достигнуть в динамике своих желаний утверждение своего намерения и движения через индивидуальные шаги развития автобиографии в сторону эволюции, в сторону расширенного сознания. Вот так вот выглядят скрытые антагонисты, скрытые форс-динамика в нас самих. Давайте посмотрим буквально практически, как преодолевать эту негативную форс-динамику. Например, можно две минуты назад попробовать, чтобы это было так с эффектом. Представьте, какое-то состояние, чем мы недовольны. Бывает эффект лестницы, вот этот французский. Вышли из какого-то разговора и мысль такая, надо было сказать вот так, а я что-то сразу не сообразил. Надо было вот с этой стороны его аргумент какой-то выдать или утвердить собственную позицию. Эффект лестницы, после приходят всегда умные мысли. Хитрость в том, что когда вы заканчиваете об этом думать, ситуация-то не завершена, правильно? И эти мысли, они куда уходят? Они уходят куда-то в неосознанную часть, неосознаваемую. Буквально это происходит вот так. Сначала мы переживаем, переживаем, а потом забываем про что-то. А мысли где-то в подсознании сидят и голодными глазами на нас смотрят и забирают у нас силы. Через какое-то время это накапливается, конфигуляция так называемая. И через какое-то время у нас возникает мысль, а не сделать ли? И там уже столько у нас советчиков где-то в подсознании. Не надо, не пытаясь даже, не надо, не сделать. И мы как бы слышим эти внутренние голоса, внутренние силы сопротивления, и они забирают силу. И мы уже не так резво и здорово можем реализовать то, что реализовывали 5, 10, 15 лет назад. Поэтому, конечно же, нужно освобождать собственные силы от этой скрытой форс-динамики, от внутренней форс-динамики. И вот несколько упражнений, которые бы мы хотели с вами сейчас попробовать. Мы имели не только представление об индивидуальном коде эволюции и как это все может развиваться. Мы сами могли вынастраивать собственные движения, чтобы это было эффективной целью для вас и для нас, для всех. Спасибо.